Всем хорошего настроения! Пришла посылка, это у нас в Китае, сайт Алиэкспресс. Давайте открывать и смотреть, что есть. Думаю, открывается он сбоку. Она, эта коробка. Так, но хотел аккуратно открыть. Наверное, не получится. Получится так, как получится. Так, в пенопласте все. Давайте попробуем вот так. А, это нож. Вот такой нож кухонный. Все в пенопласте. Сами видели, какая хорошая упаковка. Продавец перестраховался, чтобы нигде ничего не повредить. Вот этим ножом и никого не порезать. Это хорошо. Молодец продавец. Убираем коробку. Убираем все лишнее со стола. Смотрим. Есть подарок. Это для нарезки, шинковки. Вот так на пальцы надевается, чтобы не порезать. И нарезаем какие-то овощи. Такая штука она. И вот он нож. Радует то, что есть вот такой чехол. Поскольку у меня, конечно, планы на этот нож. И получается чехол очень даже кстати. Я почему-то, когда заказывал этот нож, не увидел, что вот есть чехол. Если бы я знал заранее, что он есть, конечно же, не сомневался. Но сначала я выбирал между несколькими ножами. И остановился на вот этом. И еще один вроде бы немного дешевле заказал. Так, давайте посмотрим на качество. Толщина ножа где-то 5-4 миллиметра. Но мы потом все будем проверять на обзоре. Так, заточка. Сейчас проверим на бумаге. Вот так, в принципе, я все перетачиваю. Но увидим. Вау, какая приятная и цепкая рукоятка. Ну, очень, очень хорошо лежит в руке. Вот вероятность того, что нож выскользнет из руки, минимальная. Реально очень цепкая ручка. И вот нравятся вот ощущения приятные, тактильные. Вот того, что я держу вот такой нож. Это кухонный нож, но скорее вот похож на топор. Конечно же, этим ножом нарезают, там даже нарезают, шинкуют. Но можно его, я думаю, использовать и для вот кто там имеет какой-то топор кухонный, такой кухонный, чтобы там рубить кости. Я думаю, вот этот нож вполне можно использовать, поскольку он такой добротный, увесистый, хороший. Давайте сейчас проверим режущие способности на бумаге. Обалдеть. Для такого большого ножа, крутая заточка такая. Если сейчас с этой стороны, то что лист бумаги не совсем ровный и неудобно нарезать. Ну, видите сами, как хорошо заточен нож. Какой нострый из коробки. Так, нож нравится. Вот есть производитель указан на ноже. Ссылку на этот нож оставлю в описании под видео. Ну и, конечно же, огромное спасибо продавцу за то, что он вложил вот этот чехол. Очень кстати. Реально кстати этот чехол. Если вы собираетесь где-то перевозить вот такой нож, это, конечно, очень круто. Использовать как топор, например, на природу. Если у вас нет такого обычного топора или нет возможности возить обычный топор. Можно, я думаю, даже вот такой использовать. Не знаю, насколько его хватит, конечно. Вот при каких-то жестких таких вариантах эксплуатации, как рубка деревьев, веток для костра или еще что-то. Ну и будем испытывать вот этот нож. Смотреть, что он из себя представляет. Насколько его хватит, также проверим. И насколько он хорошо, эта сталь, удерживает заточку. Это все в обзоре. А сейчас просто распаковка. Ссылку на нож оставлю в описании под видео. Всем хорошего настроения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok